Всем привет! Я думаю, что многие владельцы Kia Rio сталкивались с такой проблемой скрипа ремня-генератора. Особенно это во влажную погоду, либо после ночи. А также на одном из своих видео я показал, как правильно определить виновника этого скрипа. Либо скрепить этот самый ремень, который уже пора менять, либо это скрепить автоматизированный ролик, в котором нужно уже менять подшипник. Проверяю это элементарно обычной водой, аккуратно смачивая сам ремень. Тем самым не попадая на автонатяжителя. Ну вот и пришло время менять. Обычно я это делаю на эстакаде, а мне удобнее снизу подлезть, чем сверху. Снимаем защиту и далее откручиваем пластиковый пыльник. Он крепится на 4 болта. 2 здесь и 2 здесь. Здесь нам понадобится головка на 10. Ну вот мы сняли пластиковый кожух, оставляем его в сторону, чтобы он не мешался. И накидываем ключ на 14 на сам автонатяжитель ремня. Не путаем, именно вот на этот болт накидываем. Потому что если вы накинете вот сюда, то вы его просто открутите. Чтобы заменить ремень силовых агрегатов, проще говоря генератора, мы накидываем ключ на 14 на автонатяжной ролик. Делаем такое вот усилие, с помощью трубы или какого-то усилителя. И отжимаем его на себя. Вы видите, ролик он отжимается, тем самым ослабляет ремень. Сначала ремень снимаем с этого, с самого нижнего вала. Ну а потом со всех остальных. Ну вот в принципе мы и сняли ремень. Это оригинальный ремень, вот такой он уже блестящий, скрипящий. Будем поменять на ремень Кантедек. Вот такой вот. Новый же ремень я советую накидывать на самые дальние шкивы для удобства. Ну а потом на ближние к вам. После того, как я ремень пропустил по всем шкивам, как мы видим, самым последним я одеваю на шкив самого компрессора. Конечно же, одному это снимать и одевать неудобно, поэтому покажу в конце, как все получилось. То есть сейчас я отгибаю сам автонатяжитель, и тем самым ремень надеваю на последний шкив. То есть компрессора. Ну вот в принципе и все новое ремень на своем месте. Мы видим. Работа закончена. Перед тем, как одеть кожух-пыльник на место, проверяем все места ремня на шкивах, чтобы все ручейки совпадали. В противном случае, ремень может обрезать. Как мы видим, у меня все хорошо. Можно приступать, прикручивать кожух на место. Берем кожух и прикручиваем его на место, на 4 болта. Напоминаю, все болты здесь на 10. Все, кожух мы прикрутили. Можно ставить защиту и запускать диктинг. На всякий случай проверяем сверху, смотрим, все совпадает. Совпадает, все нормально. Все, запускаем двигатель. Запускаем двигатель. Ну вот, мы видим, все работает отлично. Надеюсь, мое видео было полезным. Не забываем поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал. Желаю всем удачи. Пока.